добрый день дорогие друзья пришло время нашего урока ну и как всегда в начале мы какое-то время ждем для того чтобы понять насколько интернет подключение работает вроде никаких реакций и никаких людей нет еще значит одну-две минуты мы находимся в ожидании и в дальнейшем мы посмотрим насколько все работает мы с вами находимся в преддверии храбата до завтра у нас шаббат глава ваю шеф и в ем решен вечером воскресенье у нас начинается праздник ханука поговорить можно о всем о том и о другом и о третьем никакой реакции интернета пока что на это нет ой делаю что-то да непонятно как все идет вроде как все идет но никаких реакций интернета у нас нет нет так нет давайте будем делать вид что все в порядке да вот появился первый человек добрый день значит люди есть и они все работает отлично значит я на самом-то деле сегодня хочу поговорить о юсефе юсеф ну по существует одиннадцатый сын якова он его считал своим первенцем действительно первенец от любимой женой рахели а юсеф определяет очень многое когда рождается юсеф заканчивается изгнание яков и яков начинает собираться обратно наша глава ваешеф собственно это глава с которой начинается история история юсефа одна из самых замечательных книг в моей жизни это иосиф его братья томаса мана всем рекомендую с этой книгой познакомиться ну и вот самом даже начале наша глава начинается словами и поселился яков в земле родителей его отца в земле к наан ваеш ва юсеф я оков юсеф это значит поселился постоянно уже не сдвигаясь никуда и раша тут же комментирует что искал я оков в своем поселении шалва покоя и тут же на него набросилась история или ссора с юсефом то есть вот он уже пришел по существу его дети 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 яков это четвертое поколение авраама авраам и цхак яков и его дети это четвертое поколение было обещано в знаменитом союзе бейна бейтарим между половинками аврааму было обещано что четвертое поколение обретет эту землю и будет жить и вот видимо яков и считал что четвертое поколение пришло появилась и вот нужно уже жить себе спокойненько не думать ни о чем оказывается нет оказывается и вот вся эта история с юсефом она Она очень показательна, и по существу, вот вся эта история между братьями, это и есть завершение огромного-огромного цикла творения. Вы знаете, вот я четко и ясно себе представляю, что все начинается с братоубийства. Все начинается с отношения Каина и Эвеля. И Каин убивает Эвеля. И с этого начинается вот эта вот великая история человечества. Она начинает застраиваться. И в тот момент, когда Йосеф обнимет Иуду, вот там ставится точка. Там вот эта вот подготовка всей жизни дальнейшего человечества вот для меня завершается. То есть вот история с братьями, вот там она реализуется. Братская любовь или братская ненависть. Это самое главное. На этом строится, как мне кажется, все. Поэтому очень важно, допустим, разобраться в том, что случилось с Йосефом. Ну, мы все в один голос утверждаем, тот, кто читал хоть раз Тару или Священное Писание, что братья продали Йосефа. Братья продали Йосефа в рабство. И как раз в нашей главе вся эта история описана. Но если читать внимательно, то мы увидим, что продали его не братья. Ну, вот как хотите, не братья. Да, действительно. Братья не очень любят Йосефа. Они уходят из Хеврона. Они живут сейчас все в Хевроне. Они уходят из Хеврона на север, в город Шхем. И там они пасут стада своего отца. И отец, причем Исраэль, под именем Исраэль, Яков Исраэль, отправляет Йосефа проведать братья. Хотя Яков прекрасно понимает, каковы отношения между братьями. Так вот, Исраэль его отправляет. И Йосеф идет. Ну, и дальше случается то, что случается. Братья видят его издалека, решают его убить. Потому что есть такое у нас Дин Родеф. То есть, если тебя преследует кто-то, ты можешь, защищая себя, предпринимать всевозможные меры. Если ты чувствуешь, что твоей жизни угрожает опасность, ты должен убить преследователя. Вот они видят в нем преследователя, и они решают его убить. Рувен их останавливает. Говорит, не нужно убивать. Зачем? Бросим просто его в яму, в колодец, в яму, в пустую яму. Он сам умрет. И не будет его крови в наших руках. Они его бросают в яму. И тут вот садятся обедать. Обедать. Есть хлеб написанный. И тут вдруг они видят издалека караван исмаилитов. Ишмаилим. Исмаилитяне движутся из Сирии, видимо, в Митраем, в Египет. И у Иуды, Иуда, четвертый сын, у него возникает идея. Он говорит, а зачем нам его убивать или что-то другое делать? Все-таки он наш брат. Давайте мы его продадим. Продадим ишмаилитянам. Там так написано. А дальше следует очень странная история. Написано так. И пришли медьяне, торговцы. Они его вытащили из ямы. Написано. И продали ишмаилитянам. Дальше у нас начинается разногласие. В одном месте написано, что ишмаилитяне его привезли в Египет. И продали Патифару. В другом месте написано, что медьяне продали его Патифару. А в третьем месте, когда Иосеф открывается своим братьям, он им говорит, вы меня продали. Вы, то есть, братья. То есть, есть несколько вариантов. То ли ишмаилитяне его продали, то ли медьяне его продали, то ли братья его продали. Но по тексту есть разные варианты. По тексту вытаскивают его из ямы медьяне тяне, продают ишмаилитянам. А дальше есть два варианта. Один вариант – ишмаилитяне продают его в Египет Паро. Не Паро, а Патифару. А второй вариант – медьяне продают его Патифару. И кто же кому продал? У пророка Амоса есть такое высказывание там, что почему Всевышний не прощает, вот нам не прощает, не прощает нам за то, что мы продали за 20 серебряников, за 20 шекелей продали праведника, имеется в виду Иосефа, и купили себе на это вот сандали. То есть каждому из 10, там было 10 братьев, достается 2 шекеля, и за эти 2 шекеля каждый из них себе купил новую пару сандали. Вот пророк Амоса утверждает, что это мы его продали за 20 серебряных монет. Разный вариант. Какой нравится, такой себе и выбирайте. Как разобраться в этом, совершенно непонятно. Это очень важно. Почему Тара вдруг так сложно рассказывает об этом процессе? Почему так сложно продается Иосеф? Я нашел в одном из листиков, вот в нашей синагоге распространяются такие вот листы на недельную главу из всяких вот учебных заведений, и там я нашел очень интересный отрывочек, называется «Мехират Иосеф», то есть «Продажа Иосефа». И вот что в этом маленьком отрывочке, я вам сейчас переведу с листа, так что за перевод прошу прощения, но смысл вы поймете. Значит, согласно Раши, продан Иосеф кама по амим несколько раз. Вот Раши говорит, что он был продан не единожды, он был продан несколько раз. И опираясь на Медраж, идет следующее изложение его продаж. То есть, вот несколько раз его продали. Сказано так. Значит, вначале продан Иосеф ишмаилитянам братьями. То есть, братья продают Иосефа ишмаилитянам. Так написано. Но те, купив Иосефа, раскаялись, написано, и они отменили эту сделку, и Иосефа снова поместили в яму. Это был первый этап. Дальше приходят Медьяне откуда-то, вытаскивают его из этой ямы, и понимают, что это Иосеф, он является брат вот этих людей. И вот этими Медьяне, которые вытащили его из этой ямы, написано, что они начинают торговаться с братьями, и братья им продают Иосефа за 20 шекелей серебра. И на эти деньги те покупают себе сандалии. Дальше по дороге Медьяне встречают ишмейлитян. И Медьяне продают Иосефа ишмейлитянам. Те ли это, или другие ишмейлитяне, непонятно. Ну, видимо, там такой бойкий торговый путь, и там много каравана. Значит, вот эти Медьяне упившие у братьев Иосефа снова продают его ишмейлитянам. Далее, ишмейлитяне его доставляют в Египет. В Египет. В Египте они продают Иосефа снова Медьянитянам, а Медьянитяне его продают уже Патифару. Вот такая вот история. Сложнейшая. Значит, на пальцах объясняю. Братья видят ишмейлитян и хотят продать им. Продают, те покупают, потом раскаиваются, возвращают Иосефа, расторгнули этот договор, братья снова Иосефа бросают в яму. Из ямы достают его Медьянитяне, покупают у братьев за 20 монет серебряных, по дороге встречают ишмейлитян и продают ишмейлитянам, Медьянитяне ишмейлитяне. Ишмейлитяне доставляют его в Митсраим, в Египет, и там снова продают Медьянитяна, видимо, другим. И те Медьянитяне уже продают его Патифару, министру фараона. Вот такая вот сложная ситуация. Можно уже, даже исходя из этого Медража, видеть, что сложности. Да, братья участвуют, все участвуют, братья участвуют. Ишмейлитяне участвуют, хотя однажды раскаиваются и расторгают сделку. Медьянитяне самые активные из них. Они дважды. Они первый раз и в Египте второй раз. Причем тоже непонятно, почему они вдруг вытащили его, купили и тут же перепродали. Ну, может быть, выгодно. Они продали, они купили-то задешево, всего лишь за 20 монет, а может быть, они продали подороже. Непонятно. Здесь Медраж на это не акцентирует внимание. Но у меня другой вопрос. Почему так сложно? Почему так запутанно строится процесс этой продажи? Ну, можно, наверное, ответить на этот вопрос. Я постараюсь это сделать. И знаете, как я это буду делать? Я буду делать следующим образом. Когда Юсеф попадает к Патифару, он у него становится управляющим, управляющим дома. И вот он молодой человек, ему там 17 лет, он становится управляющим достаточно большого дома, и написано следующее. Я читаю 39 главу, и я читаю третий стих. 39 глава, Берешит, Ламетет, 39, третий пасук. и увидел его господин, то есть Патифар увидел Юсефа, что Всевышний с ним, с Юсефом, и все, что делает Юсеф, Всевышний помогает ему быть в этом удачливым. Патифар видит, что все, что делает Юсеф, удается, удается очень хорошо. И Патифар понимает, что вот эта удача, это помощь Всевышнего. Всевышний помогает, помогает Юсефу, и у Юсефа все очень хорошо получается. Первый уровень. Листаем дальше. История Юсефа, жены Патифара, и в конце концов Юсеф оказывается в тюрьме. В тюрьме он тоже устраивается, он становится там помощником начальника тюрьмы, и тоже сказано, что начальник передает все в руки Юсефа, и все замечательно удачно происходит. Он там достаточно долго сидит. В целом он там просидел 12 лет в тюрьме, это же немало. И вот, что там сказано про тюрьму. Значит, начальник тоже присматривается и видит следующее. Значит, что все передано в руки Юсефа, и начальник видит, что Всевышний вместе с ним, Всевышний с Юсефом, и все, что он делает, то есть, все, что делает Юсеф, написано Ашем Мацлех, Всевышний удачлив. Есть разница. Значит, в первом варианте, когда он был просто управляющим дома написано, все, что делает Юсеф, он достигает удачи в том, что он делает. В тюрьме немножечко не так. Все, что делает Юсеф, Всевышний удачен. Что такое Всевышний удачен? Ну, я это объясняю так. Вот есть человек, он достаточно мастеровит, и вот он берется что-то делать, и все, что он делает, получается хорошо. Вот он, допустим, строит. Всегда очень удачно, очень хорошо. Или он там, не знаю, шьет. Вот он сделал, и костюм просто замечательный, или там брюки просто замечательные. То есть, все его работы очень удаются. И говорят, вот, наверное, вот сам Всевышний ему помогает это делать. Это первый вариант, это было в доме Патифара. А в тюрьме не так. В тюрьме Юсеф что-то сделал, и от этого всем вокруг становится хорошо. Всевышний удачен. Что такое Всевышний удачен для меня? То есть, в этом пространстве, в этом месте Всевышний проявляется. Люди, которые там живут, начинают ощущать его присутствие. Не то, что его раньше там не было, он всегда там был, Всевышний, но сейчас они начинают ощущать его присутствие. И благо всем. Благо не только в том, что делает Юсеф, не в конкретном деле, допустим, там он покрасил, и покрасил хорошо. Нет, он покрасил, и от этого всем стало хорошо. То есть, второй вариант, Всевышний с ним, и все, что он делает, делает Юсеф, приводит к тому, что Всевышний удачен. Всевышний проявляет себя в этом месте. На первое место выходит Всевышний. Есть третий вариант. После долгих 12 лет отсидки фараону приснился сон, и этот сон никто не может разгадать. И тогда один из тех, кто, один из министров Беночерпиев, который сидел в тюрьме, и который вышел благодаря тому, что Юсеф растолкал ему сон, припомнил это и сказал фараону, что да, в тюрьме есть один еврей, один еврей, он замечательно точно разгадывает сны. И поскольку сон фараона очень обеспокоил, фараон велел привезти Юсефа, и у Юсефа возникает случай, вот другого, второго такого не подвернется. После 12 лет тюрьмы, естественно, человек, ну сколько ему уже тогда было, 17 и 12, это 29 лет, а ему хочется выйти на свободу. Это же понятно. Даже если он в тюрьме занимает очень хорошее положение, это же тюрьма, это же понятно. И фараон ему говорит, вот сон, разгадай мне. Другой сказал, конечно, сейчас разгадаю, все будет замечательно, ну и тем самым, каким-то образом, завоевать расположение фараона, что важно. Что отвечает Юсеф на просьбу фараона разгадать сон? Он ему говорит, это вот глава 41, это уже следующая, это Микет, следующая глава, 41 глава, это 16 стих, 16 посуд. И ответил Юсеф фараону, говоря, без меня Всевышний ответит на просьбу фараона. Без меня. Бель-ади. То есть, Юсеф начинает понимать, что не он удачный, не он важен. Важен тот, кто за ним. Всевышний. Без меня. Если в первый раз, вот в первый раз в доме Пахифара, он был удачлив, все, что он делал, у него получалось. В тюрьме он был удачлив, все, что он делал, стало приводить Всевышнего в этот мир. То третий вариант, он вообще ни при чем. Юсеф ни при чем. Он понимает, что главное это Всевышний. Если Всевышний здесь будет, Всевышний будет проявляться, может через него, может через другого, тогда все будет хорошо и все, кто в этом нуждаются, будут иметь ответ. Вы видите, что происходит изменение. С Юсефом что-то происходит. Теперь давайте вспомним, с чего все начинается. Ведь начинается с того, что этот удивительно красивый ребеночек, 17-летний мальчишка, он любим своим отцом и дальше вот в нашей главе, ведь, как начинается наша глава? Вот наша глава начинается так, что вот происхождение Яакова. Юсеф 17 лет и он пасет стада с братьями на лове и так далее. То есть Яаков считает, что его происхождение, то есть его продолжение, толдот, толдот, это кто из него, это Юсеф. А где еще 11 сыновей? Почему о них ничего не сказано? Юсеф самый главный. Папа любит Юсефа. Папа Юсефу подарил рубашку полосатую, накидку полосатую, и это вызывает его гнев. Юсефу снятся очень странные сны, где все кланяются ему в виде снопов или в виде звезд. Он в центре. То есть Юсеф доносит на своих братьев, и это тоже сильно раздражает всех. Даже если они в чем-то не правы, он доносит. Он доносит на них. То есть вот этот красавчик, этот любимчик, этот удачливый мальчик многих раздражает. Его эго гипертрофировано. Понятно, что в этом красавчике, в этом мальчике есть такая потенция, которая практически в других и не просматривается. Ну, может быть, в Иуде потом возникнет эта потенция. Но пока нет. Но вместе с тем потенция потенцией, но его не любят, ему завидуют, его даже ненавидят. Там написано, и братья его возненавидели. Сон им. Это ненависть. А поэтому они уходят, они ничего не могут поделать с собой. И вот степень эгоизма зашкаливает, он самовлюблен до предела. И на нем, на самом деле, визит очень важная, лежит очень важная задача. Значит, с ним должно что-то произойти. Он должен прийти к тому, что он откажется от своей удачливости. Он поймет, что не он удачлив. Что главное это Всевышний. Бель-ади. Без меня. Но для этого нужно быть проданным в рабство и отсидеть 12 лет в тюрьме. И не просто быть проданным. И я вижу причину вот всех этих сложнейших продаж в том, что это испытание. Это очень серьезное испытание Юсефа. Ведь смотрите, вот этот красавчик Юсеф приходит навестить братьев. Что они его делают? Они его раздевают до гола и бросают в яму. И написано яма пуста и нет в ней воды. И тут же мудрецы наши говорят, да, нет в ней воды, но там тараканы и скорпионы имеются. И это очень пугает. Это очень пугает Юсефа. Он кричит, он орет. Похоже на то, что они его как бы похоронили. Они сняли с него всю одежду и бросили его под землю. И под землей одна только смерть. Вот эти вот скорпионы это явная смерть. Это явная смерть. То есть на самом деле вот условно говоря наиболее сильный страх человек испытывает перед смертью. Это врожденный инстинкт. Так вот Юсефа приводят в это состояние. Его приводят в состояние, что он обречен на смерть. Обречен. Это точка. Это исходная точка. То есть его опустили в самый низ ужаса и страха. Он гибнет. Он погибает. И вот с этого момента начинается его подъем и начинается его изменение. И вот он как раз начинается с огромного количества продаж. Ведь продажи это жуткое унижение. Это тебя человека превращают в товар. Тобой торгуют. Ниже этого уже ничего не бывает. Ну, может быть, только сама смерть, но смерть она даже избавляет тебя от этого. А здесь вот это человеческое унижение, которое должен был не единожды, а несколько раз перенести Юсеф. Родные братья, чужие люди, его нагово продают и перепродают. Продают и перепродают. Так вот, помимо того, что конечно же, вся эта история связана и с другими людьми, и их судьба тоже здесь определяется, я имею ввиду, и судьба ишмаэлитов, и судьба медьяним тоже очень важна, здесь определяется, что они себя таким образом повели, и в дальнейшем их роль и их задача будет достаточно сложной, по крайней мере, в нашей общей истории. И судьба братьев, и судьба самого Юсефа. Но вот для меня вот эта сложнейшая перепродажа именно связана с тем, что исходная точка смерть Юсефа, как бы бросание в яму, где скорпионы, и дальше начинается поднятие, и поднятие начинается с очень тяжелой точки перепродаж. И вот его несколько раз здесь перепродают, его несколько раз сильнейшим образом унижают и отпускают, и это конечно действует на его эго. И вот в дальнейшем, когда он уже начнет подниматься, имеется в виду в рабстве, в рабстве он начнет подниматься, возникнут вот эти вот несколько уровней. Бог с ним и у него, у Юсефа все получается, Бог с ним и Всевышний открывается всем, и третий уровень, я тут ни при чем, это только Всевышний, Элоким написано, судья. И вот таким образом происходит исправление Юсефа, и все приводит к тому, что когда появляются братья, и Юсеф начинает доигрывать эту историю до конца, это будет в дальнейшем, пик этой игры, это противостояние Иуды и Юсефа. Ведь кто предложил продать Юсефа? Предложил Иуда. Иуда сказал, давайте его продадим, ведь он наш брат, зачем его убивать? И вот когда Иуда согласится оставить себя вместо Беньямина, а Беньямин единоутробный брат Юсефа. То есть Беньямин и Юсеф это одно и то же. И поэтому Иуда вместо Беньямина и Юсефа отдает себя. Раньше он предлагал продать, а теперь он предлагает сам продать себя за другого. Вот тоже исправление. То есть и Юсеф и Иуда они проходят путь исправления. Каждый свой. Каждый свой. Но очень важно. Потому что именно они становятся основоположниками двух домов Машиаха. Машиах спаситель из дома Юсефа и спаситель из дома Иуды то есть Давида. Они должны быть обязательно пройдены. Вот таким образом я рассматриваю всю эту историю и как я уже сказал начинается она с брата убийства с Каина и Эвеля и кончается историей братьев через отношения Якова и Сава. Обязательно Яков и Сав и потом Иосиф братья и заканчивается вот этим самым братским объятием. И вот здесь я думаю только обнявшись то есть когда Юсеф и Юда обнимаются вот в этот момент грех Каина был исправлен. И тогда начинается дальнейшее творение или так скажем первая огромная часть сотворения закончена и дальше начинает возникать еврейский народ. После этого как раз все братья спускаются в Египет вместе с Яковом и начинается новый этап строительства. Строительство уже народа. И в этот момент семья а до этого это была семья в Египте начинает потихонечку превращаться в народ. Ну и в дальнейшем будет исход гора Синай и там народ уже оформится окончательно. Вот вот такую историю я вам хотел рассказать в преддверии шаббат в преддверии праздника Ханука в Емрешон вечером первая свеча ханукальная ну мы не будем здесь трогать законы Хануки это целая история есть огромное количество материалов тем более время нашего урока подходит к концу я посмотрю что у меня есть ли у меня какие-то вопросы если есть я конечно постараюсь ответить нету вот ребята отовсюду вот из Белоруссии есть из деревни под Питером ох замечательная география замечательная всем привет привет да пятижды проданный ну да да вот вот именно столько раз и проданный вот теперь мы примерно уже понимаем что вот продажа это мощное исправление испытание которое он вынужден был пройти всем привет всем шалом да оттолкнуться от дна ну чтобы оттолкнуться от дна до дна нужно дно нужно достигнуть и тогда уже от него можно будет обязательно достигнуть но это на самом деле очень сложно потому что достигнув дна можно там и остаться да хорошо хорошо все всего хорошего шаббат шалом и с наступающим праздником Ханук сахстан сахстан извините